Башня Святого Олафа является доминантой Выборгского замка. Об этом знают не только выборжцы, но и многочисленные туристы. Но о самом небесном покровителе крепости мало кому известно. И музейщики решили восстановить справедливость, рассказав гостям замка о том, что Олаф – это не вымышленный персонаж, а король Норвегии, в начале XI века объединивший скандинавские государства силой христианской веры. Икона Святого Олафа стала главным экспонатом выставки «Их светом души озарятся». Ее первые посетители узнали о том, что, согласно легенде, возвращаясь из Новгорода в Норвегию, Олаф установил крест на территории современного замкового острова. И вот уже более семи веков крепость находится под его незримым покровительством. Иначе, отмечали ветерана музейного дела, не просто объяснить, как в трудные годы удалось сохранить уникальные экспонаты. «А ведь в 90-е годы, может я кому-то скажу, священникам это не понравится. Но я скажу, чтобы вы знали. Ведь мы, хранители, большие иконы прятали. Прятали в другом хранилище, чтобы у нас их не забрали. Мы прекрасно понимаем, почему мы это делали. Потому что тогда вы их не могли еще сохранить, а мы могли под замком». Большинство из экспонатов когда-то являлись таможенным конфискатом. Благодаря тесному сотрудничеству музея с Выборгской таможней на протяжении почти 40 лет, одних только икон, находящихся на хранении, уже насчитывается более 600. На выставке представлены те из них, что были созданы на рубеже 19-20 веков. «К сожалению, варварски относились контрабандисты, когда пытались что-то перевести. И то, что нам удалось в самые трудные времена перестройки отреставрировать несколько икон, благодаря поддержке эрмитажной лаборатории, это тоже очень интересное сотрудничество». Представители местного духовенства отметили, что открытие выставки стало знаковым событием. Ведь, как известно, 2013 объявлен в Ленинградской области годом духовной культуры. Кроме того, продолжается Великий пост, время нравственного очищения и посвящения себя духовным размышлениям. Иконы святого Олафа является самым молодым среди представленных экспонатов. Ее автор, выборжец Владимир Жак, написал образ, что называется «На скорую руку». Это было в прошлом году, незадолго до Дня памяти святого, который отмечается 29 июля. По словам иконописца, перед этим он изучил большой объем литературы, повествующей о жизни Олафа. «Принял решение, что надо делать именно такой неовизантийский стиль, модный такой сейчас среди художников, которые иконы пишут. Надо делать вот так. И согласно описанию саги, внешнего вида, как он выглядел. 80% труда, 20% дает Бог. Ну, это доходение свыше. Вот, такой подход». Среди изделий декоративно-прикладного творчества в экспозиции представлены пасхальные яйца из фарфора. В конце 19 века их, как правило, украшали изображениями божественных ликов, птиц и цветов. Такие яйца, как и открытки с изображением церквей и религиозными сюжетами, дарили друг другу на Пасху и другие православные праздники. Узнать подробнее об истории каждого экспоната у посетителей выставки есть возможность до конца этого года. Людмила Перминова, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город».